привет привет расскажу немного про 34 выставку клинок традиции современность которые проходят два раза в год в москве в парке сокольники каждый год когда собираюсь на эту выставку делаю для себя такой небольшой план чего я от этой высоки ожидаю что хочу там на этой выски приобрести в этот раз хотелось купить ошейник собаки новый более внимательно познакомиться с продукцией венёвского алмазного завода выбрать какие-то там более менее ровные бруски вот и хотел купить тонкий керамический мусат в магазине рушев на выставку собирались пойти в пятером но перед самой выставкой один желающий туда попасть сломал ногу двое отвалились пошли вдвоем на выставке как бы в первый день мы пришли где-то часам нарк одиннадцати открытие выставки в 10 скажу так что венёвский алмазный завод я просто не нашел стенд на следующий день кто посещал выставку жаловался что ранним утром стента все-таки был бы был закрыт далее в первый день там рушев еще в это время только выкладывал свои товары но поинтересовавшись понял что со слов продавца вроде бы на и владелец даже этого магазина константин если не ошибаюсь сказал что там мусаты мусатов сегодня будет приходите завтра каждый день ходить на выставку нет возможности поэтому мусаты тоже отвалились дальше как бы пришлось переигрывать план посещения выставки посмотрел складные ножи на единственное направление которое сейчас развивается у нас в нашей ножевой индустрии потому что все остальные производители ну по моим ощущениям так мы выкладывают там принципе то же самое что лежал там не знаю два-три года назад может быть там за так какие за какими там редкими исключениями появляется но наверное появляется что-то новое просто на за каждым производителем следить отдельно скажу так что уже наверное три выставки подряд клинок переезжает сокольниках все более маленькие павильоны ну там сначала был какой-то не знаю там его номер большой достаточно там было очень плотно все расположено там ну грубо говоря там ходя по рядами люди толкались за даме вот потом не переехали в павильон 41 следующий павильон 4 вот причем вот последняя выставка была в четвертом павильоне в сокольниках причем как бы стенды расставлены были достаточно большом расстоянии друг от друга что не может не радовать стало меньше вот этих вот там торговцев разными продуктами ну хотя и продуктами в этот раз тоже торговали там папахами там этими нагайками кожаными изделиями всякими там булочками пирожками все было но меньше значительно чем там несколько лет назад ну с одной стороны как бы может быть это и хорошо другой стороны видно что несколько интерес выставки падает вот люди ходят но людей не так сказать что было много не несколько часов там на этой выставки провели а вот ну опять же вернусь к сладным ножа посмотрели складные ножи там и шарагорова и кастом на и факторе там и других про то чебурков еще там по мету мелочам но вот нормы единственное что развивается действительно видно что появляется какие-то новые модели и действительно там ну такие достаточно на приличном уровне вот но так не купил то что хотел приобрести решил что займусь поиском каком кухонного ножа вот попутно там проходя мимо всяких там заточных конторах нашел там точилка про известный достаточно магазин торгующий оригинальными комплектующими точилка match pro ну в принципе вот теперь решил себе взять обновить абразивы которые у меня уже есть но за исключением 400 600 тысячный из комплекта edge pro оставили самые приятные впечатления но те же самые барайды просто каких-то других серий как бы просто барайды ну не знают этих вот в таком исполнении они у нас не продаются вообще тысячник барай ты ли там вот этот edge pro такой маркировки все считаю что один из таких лучших заточных синтетических абразивов которые подходят ну наверно практически ко всем стали ну как универсальные какие-то конечно это абразивы работ чуть лучше чуть хуже но вот это то есть просто вот не знаю считая маст хэв вот это вот что касается абразивов которые я там приобрел вместо скажем так веневских алмазов отложим эту тему не скажу что на этом с алмазами тема это очень интересно но были какие пожелания что-то там поизучать дальше ну перейдя кухонным ножам сейчас немножко будет такой наверное критики вот но начну с того что я являюсь любителем и заточки там про ножи ну просто как потребитель наверно чё-то я например там сам иногда ваяю да там например там на майские праздники я когда имею свободное время на даче делают да может там из мех пилы с какой-то там с рукояткой там такой вот такой не знаю колхозный ножик но что-то я тут и делал вроде как чтобы клинок был с каким-то там узорами там рукоять чуть потолскит изгибы там боять но тоже типа я на же дел поэтому буду так вот отталкиваться от того что я тоже что-то там делаю и знаю куда посмотреть ведь в особенности места которые мне не получаются вот прошелся я буду называть причем те магазины которые но тех производителей которые мне ну понравились где я там что-то остановился глаза цепился и ножи рассматривал ну в начале конечно то были такие скажем именитые продавцы вроде косуми и таджира посмотрел там в принципе с ассортиментом я достаточно неплохо знаком этих магазинов ну чё-то как ни на что взгляд не упал но если бы ничего не нашел бы на выставке я наверно пришел бы выйти в один из этих магазинов что-то купил то вот как бы там на рынке на рынке на выставке на это делаешь там обычно несколько кругов первый там на круг как бы прохожу для себя отмечаю чтобы я хотела где посмотреть а вот глаз зацепился за кухонные ножи дамира сафарова ну наверное про него и начну то он причем будет присутствовал сам лично на стене взял там ну те ножи которые мне понравились взял посмотреть но как бы на первый взгляд ножи классные вообще даже там хотел даже может быть да будут схожу наверно там и приобрету но начал смотреть тоже вот там в районе там больстера там вижу щель а вот и ну как-то когда если я например делаю ножик да я там понимаю что я там криворукий косолапые у меня это не получается ну тут все таки хочется взять фирменную вещь и получать от неудовольствие вот и ну чё-то как-то я пару ножей посмотрел и пошел дальше вот потом такая была мастерская дядя гарри там но они специализируются на всяких разделочных досках магнитах там что-то к деревянные плюс у них там лежали ножи оля японские глаз тоже зацепил смотрю почему очень недорого стоит но потом вблизи начала рассматривать ну такой типичный нож там не знаю на раз какими своими названиями вот там просто каким-то покрыт черным лаком каким-то с каплями выступающими общем все побросал и ушел вот хотя глаз зацепился дальше был стенд svi edge какой-то проект это мне уж потом рассказали что какие-то ребята там сообщества кто-то там больстера делает кто-то рукояти кто-то там колик тут что-то пилит вот и у них там был нож один всего кухонный нож деликат один один из десяти там серии небольшая покрутил здорово сделан но что-то даже вот все вроде как бы хорошо ну чё-то как тут интуитивно почему-то и брать его не стал а вот и не пожалел потом потому что уже изучил когда более подробно эту тему этом ребята представлены на ганс ру них отдельная тема оказывается была первая серия с 50 штук ножей почему было с такой пометкой что ножей с такими тех характеристиками больше не будет вообще то что тут тип уникальный проект ну вот я вижу можно прямо один в один похож вот там даже эту тему обсудил со своим знакомым бы ты там не вижу там они различаются на первый взгляд не вижу совершенно потом ты там пригляделся дакать немножко форму друга еще что-то другое но больше старт же деревях на рукояти та же самая форма клинка тоже похоже тому где там сантиметр меньше сантиметр больше ну вот общем как-то у меня такой осадок остался в результате от изучения этой темы мы в общем не жалею что не купил хотя может ну в руках подержал достаточно неплохо смотрится вот очередной раз подошел к палатке oil knife вот они ребята уже два или три года уже на рынке вот ну там не знаю все те же самые детские проблемы с качеством изготовления вот во первых там какие-то они к с рукоятью них склеены из двух частей потом тут мужик кухонный который мне понравился взял там у него как бы гриндером за хреначен как бы могут ну видно что там долбанули лентой по краю ножа то тоже какие-то ну там склеены рукоять пальцем ногтем выше но там цепляется но тоже четко как такое не хочется уже совершенно к себе на кухню таким пользоваться но спросил ребята вас там еще что-нибудь есть из этой же серии вот сканет этот нож такой не эксклюзив в одном экземпляре вот смотрите линзу вот масса линза там точить ее не надо ее только правят там посмотрел на эту линзу да действительно линзу делаю но заточная фаской там зато заточена не знаю там на точилке там либо еще на чем-то общем там до линзы еще тоже форма линзы но до линза видны за . нет и там попутно парнишка шоркал ножами по доске с там с постой вот как бы тоже прошел в результате мимо хотя ну как бы регулярно подхожу и на арсенале и на клинке смотрю как ну ребята где-то застреливают они нашли нашу нащупали какую-то нишу и что-то где-то они там вот и и и и толкаются куда-то в развитии я не вижу вот и в результате пришел подошел к стенду андрея берегова вот и у него уже был приобретен такой ножик какой-то блик причем там все нормально с сертификатом там со всеми делами вот общем там сертификате там нужд боль вторым нарисован написано что только с g10 тут сми карты ями карту люблю вот взял несколько ножей был там сам андрей берегов давал ножи я не так по интересовался неужели все сами делаете да все сам прям вообще все каждый ножик мне ну нет конечно есть помощники там тут у туму как бы купил что понравилось тоненький ножик он конечно как охотничая насколько по нему позиционируется но у меня вот на кухне чем на кухне я его на кухне он меня заменил сразу два ножа решили что так это минеральский эффект вот вот этот вот работягу уже тысячи лет который у меня на кухне пора ему уже на заслуженный отдых и уйдет у меня с кухни bark river из а2 ну и такая же это это скажем ржавеющая сталь с повышенным содержанием углерода но это наказание последний раз его два раз в году его как конкретно полируют плюс он опять у меня там если не дай бог порежут какие соленья вообще на нем все как бы одни пятна общем тоже уйдет у меня с кухни потому что хочешь чуть порезать иногда думаешь а не буду брать этот мужик хоть он не очень нравится вот не знаю я такие ножи которые вы на кухне даже от нержавейка в особенности там у них не хочу не трястись очень тут все на любители конечно вот а ножек очень понравился качественно изготовлен вот вообще кручу верчу ничего здесь найти такого гадкого не могу вот единственное что как бы ну там кстати разговорился с андреем тоже к этому ножу мне предлагал забрать еще кайдекс свои ножи не говорю мне нафиг не нужны не то что он сам это не царапают и горда не тупит ножи говорю вот там знаю что делает кожаные вкладыши он говорит там я пробовал у меня что-то мне не понравилось но тоже надо делал ну когда нож вставляешь чтобы чиркал если в момент когда нож загоняешь нужно чтоб чиркала об это об кожу не об кайдекс или там вообще g10 вообще тупит ножи по черному вот такие нужны как тут написано кузнечная мастерская андрея берегу никогда но взяли стали m390 вопрос как учу его ковали что ли ну вот как бы сразу вопрос ну чё чё могу ответить кузнечная мастерская нож из порошковой стали ну наверное просто делали вот такое получилось затянутое видео бумажка у меня уже вылетала продолжаю вести блог а вот так что наверно под видео прикреплю несколько ссылок на видео таром непосредственно с выставки ну там как можно вообще посмотреть на выставку у вас у ты и не тратить время пособие в особенность кто не смог не может посетить там кто там не из москвы там или не может приехать в принципе можно общее впечатление выставки составить по тем ссылкам которые я приведу в описании всем привет